Добрый день. Я прошу прощения, я буду выступать без слайдов. Я попытаюсь объяснить даже почему. Вчера, получив тему этой интересной дискуссии и доклада, я понял, что, покопавшись в интернете, изучив, скажем так, эту проблему на уровне научном, подмет, различные другие сети, и понял, что, в принципе, как хирургу, как врачу, мне довольно сложно будет составить нечто из визуального ряда. Поэтому я попытаюсь донести свою точку зрения вербально, и это будет спич, то есть просто разговор. Я думаю, что в процессе этого разговора, может быть, мы даже можем как-то с вами подискутировать, поэтому не стесняйтесь, и, может быть, будут какие-то вопросы из зала, я постараюсь на них отвечать сразу в онлайн-сессии, поэтому давайте начнем. Я чувствую себя немножко лишним на этой сессии, объясню почему. Лиза не просто так меня позвала, я не просто так боялся сюда приходить, потому что, если мы возьмем среднестатистического доктора моего возраста, то есть около 40 лет, у которого есть уже довольно большой опыт лечения пациентов в своей сфере, то мы все на самом деле общаемся с пациентами таким образом, как подсказывает нам сердце. То есть нас никто не учил коммуницировать по правилам. К сожалению, это общероссийская проблема, и мы знаем, что курсы по коммуникации с пациентом для России это все еще новинка, причем курсы бывают разные, мы знаем, что есть профессиональные, есть не очень, поэтому все зависит от того, насколько доктор сам интересуется этой проблемой, насколько он сам понимает, что это является проблемой, да, и он пытается найти какие-то курсы, пытается повысить свой скилл, свой навык общения с пациентом. Как часто это происходит? Я думаю, если статистики никто не ведет, но я так умозрительно думаю, что около 10-15% докторов, которые самостоятельно принимают решение повысить свой навык общения с пациентом. Это общероссийская ситуация, на мой взгляд. Ну и в принципе постсоветское пространство, наверное, тоже вовлекается в эту проблему. И я думаю, что 90% докторов, которые общаются с пациентами, они не просто не понимают, они не хотят видеть в этом проблемы. Приходит больной, уделяется, вернее, подход к общению довольно формален, изучаются абсолютно формально все данные обследования, назначаются бездумно какие-то дополнительные методы. Никто не смотрит пациента в глаза, никто не пытается вникнуть в проблему этого пациента. Я имею в виду эмоциональную проблему. Никто не пытается вытащить его на разговор, никто не знает, что такое эмпатия и как ее применить на практике к пациенту, так, чтобы он раскрылся. И на мой взгляд, вот то, о чем я сейчас говорю, является одной из составляющих проблемы, которая заставляет пациентов после общения с пациентом, с доктором, уходить в альтернативные методы лечения. Поскольку доктор не уделяет должного внимания коммуникации, доктор не уделяет нужного внимания эмпатии, доктор не пытается вникнуть в проблемы пациентов, он подходит к консультации формально. Время на эту консультацию, мы знаем, что в онкологических диспансерах ограничено, это 12 минут. В некоторых поликлиниках 15. Можно ли за 12-15 минут донести до пациента о том, какая у него проблема, учитывая, что пациент онкологический, учитывая, что пациенты все довольно эмоционально воспринимают информацию о диагнозе рак, учитывая о том, что половина информации, которую им говорит доктор, как правило, проходит мимо ушей и не остается у человека в головах, безусловно, можно сказать, что мы, то есть доктора, являемся не корнем проблемы, но одной из составляющих проблем, которая отталкивает пациентов от традиционных методов лечения. Это первый компонент, который я бы, наверное, выделил как основной компонент. Есть еще другие проблемы и компоненты, которые заставляют пациентов уходить в альтернативные и псевдонаучные варианты лечения. Один из этих компонентов, безусловно, это информационное поле, информационное поле, в котором мы все с вами живем. Информационное поле нашей страны, оно очень разнородно. Я бы сказал, если мы берем с вами медицину, оно ближе к средним векам, как-то так. То есть если мы посмотрим, как пример, информационные различные ресурсы за рубежом, европейские сайты, американские сайты, то на каждом сайте любой ассоциации есть хорошо оформленная страничка для пациентов. Мы все это прекрасно знаем. Это так называемый ABC протокол, то есть протокол для пациентов, где от А до Я абсолютно по пунктам рассказывается, что такое рак в зависимости от какой локализации, какие возможны варианты диагностики, что будет происходить, как будет выбираться тот или иной вариант лечения. И по большому счету, один раз прочитав этот гайдлайн, пациент будет практически полностью готов к посещению любого специалиста, и он будет готов задавать те вопросы, которые у него возникли в процессе этого ознакомления. И по большому счету, доктор, который будет общаться с ним, который владеет навыками коммуникации, он будет совершенно спокойно коммуницировать. И на мой взгляд, эффект от такого общения, он будет гораздо ближе и гораздо эффективнее, чем тот, который мы сейчас видим от общения пациентов у нас в стране. Мы это прекрасно понимаем. Кроме этого, я вчера ради интереса открыл YouTube и в поисковике набрал лечение рака желудка. Как вы думаете, какое количество нормальных источников, видеофильмов или каких-то заметок я получил? Ну, в первой двадцатке ни одного. Где-то там доктор Лядов, очень известный доктор из Москвы, рассказывает пациентам о том, что такое резекция желудка очень популярна и, на мой взгляд, очень красиво и понятно. Но первые двадцать источников – это абсолютная псевдонаучность, абсолютная псевдонаука. Это пациенты смотрят, и на самом деле, если вы посмотрите охват, вы будете неприятно удивлены. Количество подписчиков от 40 тысяч таких каналов, и просмотры колеблется от полутора до двух с половиной миллионов. Это очень популярные ресурсы. Я даже прослушал несколько из них. Конечно же, это абсолютный псевдонаучный бред, я бы это так назвал, но пациентам это не доказать. Это очень на таком эмоциональном уровне, всё очень подробно. Псевдонаучно. Что значит псевдонаучно? Это значит, абсолютно игнорируя все истинные механизмы и взаимодействие физиологии человека, объясняется совершенно непонятными для доктора, но очень эмоционально понятными для пациента терминами. И поэтому, безусловно, пациенты наши, уйдя от такого доктора, например, не удовлетворившись беседой, не удовлетворившись той информацией, которую им сказал доктор, придя домой, открыв этот ресурс, они действительно могут склониться к тому, что, а почему бы не попробовать? Почему бы мнение, здесь же всё понятно, они всё объяснили. Здесь вот, а доктор мне сидел и ничего объяснить не мог, просто говорил, что я буду делать так и так. Поэтому, на мой взгляд, это вторая проблема, второй компонент общей проблемы, которую мы сейчас имеем у нас в стране. Я хочу сказать, что эти люди, которые занимаются псевдонаукой, они очень активны, они на самом деле весьма консолидированы. И это я понял на примере того, когда начал давать свои ролики, начал выдавать свои подкасты, которые касались традиционных вариантов методов лечения рака желудка. И эти публикации были вывешены и фигурировали в интернете. Вы не представляете, можно, кстати, даже посмотреть, насколько консолидировано начали меня, ну, скажем так, негативными комментариями давить. Потому что, доктор, вы не знаете, что вы делаете, это ещё самый мягкий комментарий. Вы травите себя сейчас и пытаетесь травить всех остальных. От таких комментариев до, доктор, вы убийца, и убили уже очень много людей вообще. Вы всю жизнь стремились к тому, чтобы убивать людей. Поэтому, причём на любом абсолютно ресурсе, где бы не вывешивался и не размещался эти ролики, происходил реальный баттл между людьми, которые понимают, что такое псевдонаука, и реально, причём одни и те же фамилии фигурировали, одни и те же ники. Это говорит о чём? О том, что они фильтруют и, ну, скажем так, мониторируют информацию и ситуацию в интернете, и тут же вступают во все, когда видят, что есть какой-то научный подход, если видят, что есть какой-то стационарный, стандартный подход к нормальному лечению, и этот подход пропагандируется в интернете, они тут же нападают. То есть это консолидированное сообщество, которое действительно, ну, оно печётся о своём будущем. И когда этот интернет-ресурс получил большую популярность, они реально понимали, что это может быть с началом большой проблемы для них. Поэтому, естественно, они так и реагировали. То есть мы с вами рассмотрели сейчас третий компонент. То есть первый компонент – это доктор, второй компонент – это информационное пространство, третий компонент – это всё же консолидированное псевдонаучное сообщество, которое понимает, что на самом деле у них могут отнять кусок хлеба, и они это прекрасно понимают. И, на мой взгляд, есть ещё один четвёртый компонент, он самый важный – это, собственно, наш пациент, это менталитет наших больных. Менталитет и уровень развития общества очень сильно влияет на выбор того метода лечения, который, соответственно, изберёт этот пациент. Поэтому, на мой взгляд, наше общество ещё в стадии развития. Мы, на самом деле, пока ещё находимся в ситуации, когда мы сами пытаемся осознать себя как самостоятельно принимающее решение общества, чтобы не за нас принимали решение, но не патерналистский подход. Патерналистский что значит? Когда пациент приходит к доктору, и доктор говорит, что я буду лечить только так, и не иначе, без объяснения причин. Именно мы пытаемся осознать себя как люди, которые пытаются получить достоверную информацию и пытаются самостоятельно принять это решение. Мне очень понравился доклад первый. Спасибо большое за вашу информацию. На самом деле, мы действительно очень часто принимаем решение эмоционально, и пациенты – это не исключение. И от того, насколько доктор им понравился, может быть действительно принято вот это эмоциональное решение, и оно может быть и неправильным, или правильным. Поэтому очень мало людей, которые, придя к доктору, пытаются мыслить только когнитивно, то есть ориентируясь только на какие-то логические схемы. Очень часто сердце и душа, и наша жидкая, скажем так, нервная система, она вносит свои коррективы, и если доктор нам не понравился, будь он прекрасным профессионалом, великолепным хирургом, но он не понравился, человек может уйти от этого доктора, уйти к другому, ну и, в общем-то, в принципе, прийти к ситуации, когда альтернатива станет его единственным возможным вариантом лечения. Поэтому еще раз повторюсь, что я себя чувствую немножко лишним, я бы с удовольствием послушал людей, которые бы мне смогли ответить, как разговаривать с такими пациентами. Я не умею это делать, я делаю это на уровне какой-то интуиции. Когда ко мне приходит пациент и говорит, доктор, как вы относитесь к тому, чтобы я начал альтернативные варианты лечения? Я, ну, во-первых, на мой взгляд, не надо злиться на это, потому что первая реакция многих докторов – это злость. Идите, даже не говорите мне об этом, я не буду с вами разговаривать, и если вы еще раз это произнесете, я не буду вас даже лечить. Это неправильный деструктивный подход к общению. Безусловно, нужно выслушать, а какие варианты лечения вы хотите применить. Если пациент говорит о том, что вот там есть такой-то натуропат, он лечит травами, и мне кажется, что это будет иметь какой-то успех, на мой взгляд, не надо отказываться от тех вариантов, которые могли бы психоэмоционально, то есть это на уровне плацебоэффекта, успокоить пациента и вселить в него, внедрить в него идею о том, что болезнь излечимая, о том, что все будет хорошо. Но это не должно быть альтернативой традиционным вариантам лечения. Это нужно понимать совершенно четко, и пациенту, который пришел к вам на прием, как онкологам, уже должно быть понятно, что если он к вам пришел на прием, значит, он не рассматривает псевдонаучные варианты лечения как единственный вариант. Ваша задача всего лишь убедить его в том, что стандартная медицина является эффективной, что стандартная медицина в настоящее время обладает хорошим эффектом, и в любом случае, несмотря на любую стадию, всегда есть возможные варианты, которые готовы продлить жизнь. Надо ли пациенту с, скажем так, уже запущенной ситуацией, например, прогрессирование после двух-трех линий, метастатический рак поджелудочной железы, и вы не можете ничего предложить пациенту, кроме сомнительной схемы лечения, надо ли ему уговаривать на это? Я думаю, что нет. Нужно понимать, что существование и дожитие на фоне химиотерапии качество жизни ухудшает очень сильно. И если вы понимаете, что эффективность этой схемы не превысит 5-10% по данным литературы, то, на мой взгляд, вы должны информировать об этом пациента. И я иногда так делаю. Я говорю, я бы на вашем месте сейчас не стал вообще использовать химиотерапию. Вы знаете, что я онкобольной, вы знаете, что у меня рак желудка. И я для себя решил, что при возникновении прогрессирования болезни и возникновении уже метастатического варианта я не буду использовать химиотерапию. Также я, конечно же, не собираюсь выдаваться в псевдонаучные какие-то варианты лечения, но это мое решение. Я просто знаю об этой. Это мое решение. Может быть, оно эмоционально, может быть, оно изменится, если это событие произойдет. Но для себя я решил именно так. И, по большому счету, прислушиваясь к мнению пациента, доктор не должен это решение ломать. Пациент должен сам попытаться переосмыслить на основе вашей информации. Поэтому максимально, что вы можете сделать для своего пациента, это информировать о всех возможных вариантах лечения, о всех возможных вариантах осложнений. И если пациент будет просить параллельно с вашим лечением использовать какие-то неагрессивные варианты псевдонаучного лечения, поверьте, согласитесь, и пациент будет вам больше доверять, и сам уверится в результат. Ну и я думаю, что у вас все сложится. Поэтому позвольте на этом мне, наверное, мою речь закончить. Спасибо большое за приглашение. Продолжение следует...